Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно большое количество спортсменов заявились в этом классе. 30 пилотов. И на ваших мониторах стартовый список первого финального заезда. Алексей Несов из Москвы и его земляк Артем Косарев стартуют с первой линии стартовой решетки. Вторая линия. Аркадий Попов, набережный Челны. Никита Александров, город Выборг. Далее. Максим Кутлунин, Москва. Михаил Симонов, Сызрань. Следующая пара. Богдан Фетисов, Таганрог, Арсений Туник, Ильский. И пятая пара. Артем Лобаненко из Москвы и его земляк Юрий Детиев. На 10-й стартовой позиции в заезде. Далее. В этом классе стартуют. Дмитрий Новожилов и Давид Розенфельд. Дмитрий Новожилов из Таганрога. Давид Розенфельд из Новороссийска. Константин Кочев из Екатеринбурга и Никита Негов из Рязани. Павел Паршутин из Москвы и Владимир Алешин из Саратова. Артем Волков из Фрязина и Лев Ломко из Санкт-Петербурга. Михаил Фатеев из Екатеринбурга и Алексей Брижань из Краснодара. Это двадцатка. Вслед за ними. Дмитрий Олейник, Москва. И Лев Головин, Москва. Данил Батрудинов, Лениногорск. Данила Кучер, Москва. Следующая пара. Станислав Ким, Москва. И Никита Колесников, представитель Москвы. А далее Михаил Иванекин из Тихорецка. И Захар Каманов из Самары. Максим Мурашкин из Москвы. И Петр Плотников из Санкт-Петербурга. На тридцатой позиции стартовой решетки. Ну что же, товарищи, начинается приготовление старта. Подготовка ведется. Смотрите, как кучно сейчас пилоты выстраиваются в колонну в две шеренги. Достаточно дисциплинированно. Вчера приходилось руководителю гонки дважды останавливать стартовую колонну. Слишком торопились, слишком горячились пилоты, выезжая на скоростную стартовую прямую. Вот сейчас красивый ракурс крупным планом. Мы с вами наблюдаем пилотов, которые, конечно же, переживают не меньше переживаний и эмоций. Сейчас на трибунах нашего картодрома. Поехали, поехали, поехали. 17 кругов дистанция этого заезда. Обошлось без вылетов. Хороший стартовый рывок в первом бираже. Вчера у нас, конечно же, была скользкая, практически дрифтовая гонка, когда пилоты один за другим вылетали, скользили по трассе и улетали в зеленую ловушку травяную. Но сейчас вроде бы все обошлось, и поэтому гонка только начинается. Пилоты на первом круге. И вот сейчас, обратите внимание, в замедленном режиме мы с вами видим, как уже после стартового виража пошла серия обгонов. Ну а сейчас растягивается пилотон. По ниточке друг за дружкой несутся по трассе участники заезда. И, конечно, очень хочется верить, что все обойдется без технических проблем. Ну что же, лидер вчерашнего дня Алексей Несов из Москвы сейчас уверенно себя чувствует во главе пилотона. Он стартовал с первой позиции и, конечно же, будет стараться удержать ее до самого финиша. И сразу три пилота со старта прорвались к нему поближе. Начинается сражение. Алексей Несов, а вслед за ним Попов, Петисов, Лобоненко и Кутлунин, замыкающий пятерку сильнейших. 43-й номер. Максим Кутлунин, город Москва. Представитель команды «Картпром» замыкает пятерку лучших. Дальше Косарев, Детиев, Туник, Александров из Выборга. И на 10-й позиции Сызранский пилот Михаил Симонов, стартовый номер 4. Посмотрим, что у нас будет дальше. Ну а пока Алексей Несов уверенно, уверенно возглавляет заезд. 33-й номер. Алексей Несов. А это группа преследователей. 17-й номер. Арсений Туник, поселок Вильский. Представитель команды «Невакарт». Пытается оторваться от своих соперников. Вслед за ним под 16-й номером Никита Александров из Выборга. Представитель команды «Невакарт». Я думаю, что в этой группе у нас будет много чего интересного. Артем Лобоненко, стартовый номер 12. Показал лучшее время на втором круге. 54,24 секунды. 54,24 секунды. Артем Лобоненко, город Москва. На третьем круге участники заезда. Пока замыкающим у нас является 98-й номер. Михаил Иванекин из Тихорецка. Ну да ничего. Пока еще есть возможность переместиться повыше. Но уже почти круг уступает он лидеру заезда. На первой позиции, дорогие друзья, Артем Лобоненко. Состоялась смена лидера заезда. И уже чуть больше секунды уступает ему москвич Алексей Несов. Посмотрим, что у нас будет дальше по ходу заезда. Но вот уже на третьем круге авгон состоялся. Итак, Артем Лобоненко, стартовый номер 12, город Москва. Артем Лобоненко, который совершил хороший скоростной прорыв на первую позицию. Сумел он обойти Алексея Несова, выступающего под номером 33. Он сейчас во главе Пелитона. Красивая борьба между четвертым и двадцать седьмым. Это Михаил Симонов и Давид Розенфельд. Одни из фаворитов сезона. Ведут между собой красивую бескомпромиссную борьбу. Итак, Лобоненко. Вслед за ним Несов, Попов, Туник, Александров, Косарев, Симонов. Розенфельд все-таки уступает две десяток секунды Михаилу Симонову. А дальше Алешин, Головин, Новожилов, Кочев и Дзятиев. Лидер заезда Артем Лобоненко. Город Москва, стартовый номер 12. И, кстати, лучшее время на четвертом круге показывает Никита Александров. 53 и 57 соток секунды. 53 и 57 соток секунды. А вот сейчас в замедленном режиме мы с вами наблюдали шикарнейшую, просто роскошнейшую борьбу за позицию лидера. Артем Лобоненко. Потрясающие времена. На втором круге 54 и 24. На третьем 53 и 99 сотых. И на четвертом круге 53 и 73 сотых секунды. Наращивает обороты Артем. Артем Лобоненко. Стартовый номер 12. Лидер заезда. Ну, не знаю, как долго будет терпеть это безобразие его соперник Алексей Несов, который вчера проявил себя с самой лучшей стороны. Но пока вот этот скоростной порыв лидера заезда Артема Лобоненко выглядит весьма и весьма впечатляюще. На шестом круге. На шестом круге участники заезда. Борьба, локальная борьба. Короткие схватки. Экспресс-схватки, я бы даже так сказал, проходят на протяжении всей трассы. В каждой группе преследователей. И здесь маневр за маневром выполняют пилоты. Алексей Несов. Блистательные времена. На втором круге 55 и 57. На третьем 55 и 28. На четвертом 54 и 71. И на пятом круге время Алексея Несова 53 и 0,8 секунды. Шикарнейшее поступательное движение демонстрирует Алексей Несов из команды Швецов Рейсинг. Пилот из Москвы. Сокомандником которого является Михаил Симонов. Кстати, Михаил Симонов прорывается на четвертую позицию. И уступает Артему Лобоненко чуть больше 6 секунд. А лучшее время на шестом круге показал никто иной, как Алексей Брижань. Алексей Брижань стартовый номер 23. 52 и 0,88 секунды. Вот так работают наши ребята. Алексей Брижань. Один из лидеров сезона. Один из фаворитов. Который в прошлом сезоне, в сезоне 2015 года стал бронзовым призером в классе Супер Мини. И вот сейчас, выступая в классе Каев Юниор, он тоже способен на многое. В этом я просто уверен. На восьмом круге. Уже на восьмом круге участники заезда. Уже почти 2,5 секунды Алексей Несов уступает Артему Лобоненко, лидеру заезда. Туник. 2,72 секунды отставания от лидера. В пятерке сильнейших Александров и Косарев. А дальше Михаил Симонов, сместившийся с четвертой позиции на шестую. Ну вот такая борьба, товарищи. Вот такая зрелищная и весьма-весьма напряженная борьба. Работают в поте лица фотокорреспонденты. А вот рост скорости Артема Лобоненко. Четвертый круг 53,73. Пятый круг 53,41. Шестой круг 53,26. А на седьмом круге 52,91 секунды. Положительная динамика. Нарастающая динамика движения лидера заезда по трассе. Всего лишь полторы секунды уступает Артему Лобоненко и его преследователь Алексей Несов. Арсений Туник. 2,18 секунды. Есть, есть еще возможность для атаки, для того, чтобы решить свои задачи. Потому что вот только сейчас преодолен экватор заезда. На девятом круге лидеры. И вот сейчас мы с вами крупным планом наблюдаем борьбу. Давид Розенфельд стартовый номер 27. Один из фаворитов сезона показывает замечательное время на восьмом круге. 51,8 секунды. Вернее, да, 51,8 секунды. Отличный прорыв. Давид Розенфельд также наращивает обороты. На пятом круге 53,69. На шестом 53,22. На седьмом 52,46 секунды. На восьмом круге Давид Розенфельд показал время. 51,8 секунды. Лобаненко, Несов, Туник, Александров, Косарев, Симонов. И Давид Розенфельд на седьмой позиции. Его отставание от лидера 3,72 секунды. Далее следует Головин, Новожилов, Алешин, Детеев, Кочев и Брижань. С отставанием в 9,53 от лидера. Давид Розенфельд вновь показывает лучшее время круга. 51,67 секунды. 51,67 секунды на девятом круге. Ох, как интересно, друзья мои, наблюдать за этой борьбой. И, кстати, не отпускает, не отпускает лидера заезда Алексей Несов. Смотрите, он практически уже на дистанции атаки от Артема Лобаненко. Лобаненко сейчас на ваших мониторах крупным планом. Лидирует и выходит на скоростной прямик, стартовый прямик. Вслед за ним тут же вылетает Алексей Несов. Ждем, ждем более решительных действий. И вот, смотрите, какая атака со стороны 33 номера. Это никто иной, как Алексей Несов. Он вырывается вперед. У нас новый лидер, Алексей Несов. Красивый маневр, потрясающе фантастический обгон. И Алексей Несов возвращается на позицию лидера. Вот сейчас в повторе мы с вами наблюдаем, как это было сделано. А лучшее время на 10-м круге показывает Михаил Симонов из Сызрани. Товарищ по команде нашего лидера. Михаил Симонов. Лучшее время на 10-м круге. И вот сейчас, я думаю, начнется самое интересное. Алексей Несов после 9-го круга. Он показывал время 51,99 секунды. На 10-м круге 51,62 секунды. Скорости нарастают. Ну и разумеется, напряжение достигло своего предела в этом заезде. Несов, Лобоненко, Туник, Александров, Розенфельд, Симонов, Косарев, Головин, Новожилов, Алешин, Детиев, Кочев и Брижань. 8,98 уступает Брижань Алексею Несову по ходу гонки. Да, сейчас самые интересные мгновения наступают. На 12-м круге из 17-ти участники заезда. 17-й номер Арсений Туник сейчас был на ваших мониторах. И вновь потрясающее время, показанное Алексеем Несовым. Да, чуть медленнее, чем на 10-м круге он проехал дистанцию. Но, тем не менее, 51,92 секунды. Всего лишь на 0,3 секунды медленнее, чем на 10-м круге. Поэтому посмотрим, посмотрим еще, как сложится борьба под самый занавес заезда. Иванекин, 98-й номер, Михаил Иванекин из Тихорецка по-прежнему на позиции замыкающего, на позиции догоняющего. Ну а у нас в группе лидеров продолжается жаркая схватка. Алексей Несов, Москва, представитель команды Швецов Рейтинг. И вот, пожалуйста, потрясающее время. 51,5 секунды. 51,5 секунды. Такое ощущение, что Леша может включить скорость в любой момент, когда захочет. Когда может, подпустит соперника в себе. Когда захочет, наоборот, отрывается от них. И очень тяжело сейчас будет Артему Лобаненко попытаться хотя бы достичь позиции лидера. Сейчас, наверное, задача у Лобаненко одна. Удержать своих соперников, преследователей позади себя. Несов, Лобаненко, Туник, Александров, Симонов, Розенфельд, Косарев, Новожилов, Головин, Дитив, Кокев, Алешин и Брижань. С оставанием уже в 11,5 секунд. Да, Михаил Симонов вновь прорывается в пятерку сильнейших. В борьбе с Давидом Розенфельдом он все-таки берет верх. И он уже на пятой позиции. Алексей Несов и его товарищ по команде в первой пятерке заезда. Давид Розенфельд, между прочим, да, если на 12-м круге он показал время 51,29 секунды, то на 13-м 52,08 секунды. Это, скорее всего, и позволило совершить скоростной обгон Михаилу Симонову, пилоту из Сызрани, представителю команды Швейцов Рейсинг. Итак, Михаил Симонов уже на третьей позиции. Друзья мои, обратите внимание. 3,11 уступает он товарищу по команде, лидеру заезда. Несов, Лаваненко, Симонов, Розенфельд, Туник, Александров, Косарев, Новожилов, Головин, Титиев, Кочев, Алешин и Алексей Брижань с отставанием в 12,12 секунды. Потрясающий прорыв совершили Симонов и Розенфельд. Они в первой четверке. Туник и Александров сместились, соответственно, на пятую и шестую позиции. Ну что же, здесь весьма и весьма показательная борьба. Ломко Колесников, это 22 и 23 позиции в заезде. И отставание уже более 22 секунд от лидера. Поэтому, конечно же, здесь практически недосягаемыми для этих парней являются лидеры заезда, которые ведут борьбу за попадание в пятерку сильнейших. Да, выбывает из борьбы у нас Михаил Ванекин. 98-й номер, пилот из Тихорецка. И это весьма и весьма печально. А лидеры заезда у нас тем временем уже на предпоследнем 16-м круге. Алексей Несов, Лобоненко, Симонов, Розенфельд и Арсений Туник на пятой позиции. Далее 16-й номер у нас Никита Александров. Далее Косарев, Новожилов и Головин. Десятку сильнейших в этом заезде замыкает 71-й номер Юрий Титив, город Москва. Команда СНС Рейсинг. Один из фаворитов сезона Юрий Титив. Хорошая борьба, красивая, напряженная борьба. На финишном круге, на финишном круге лидер заезда Алексей Несов. И его отрыв от преследователей составляет уже целую пропасть. В огонь, вагон и 25 тележек. Алексей Несов показывает на предпоследнем круге потрясающее время. Лучшее время круга 51,27 секунды. 51,27 секунды. Алексей Несов. Лучшее время на предпоследнем круге. 51,27 секунды. На две десятых быстрее промчался он, чем на предыдущем 15-м круге. Фантастика. И вот, пожалуйста, борьба, борьба, борьба между Артемом Лобаненко и прорывающимся вперед Арсением Туникам. Финиш, финиш, финиш. Алексей Несов победитель заезда. Михаил Симонов, его товарищ по команде, финиширует вторым. Давид Розенфельд в тройке сильнейших. Арсений Туник на четвертой позиции. Буквально на финишном бираже Арсений обошел Артема Лобаненко. И заставил его финишировать только лишь пятым. Вот это борьба. Красивый заезд. Фантастическая борьба по ходу всего заезда. Лучший круг. Лучший финишный круг показал Михаил Симонов. 51,16 секунды. Молодец, Мишаня. Что я могу сказать? Это действительно картинг. Это скорость. Это динамика. Это азарт. Это адреналин. Друзья мои, вот и завершился первый финальный заезд в классе КФ Юниор. По расписанию дня нас с вами ожидает первый финальный заезд в классе Супер Мини. На ваших мониторах результаты заезда. Алексей Несов, Михаил Симонов, Давид Розенфельд, Арсений Туник. Пятерку замкнул Артем Лобаненко. А дальше Никита Александров, Артем Косарев, Дмитрий Новожилов, Лев Головин. Юрий Детип, десятки сильнейших. Одиннадцатую позицию в этом заезде у нас завоевал еще один претендент на удачное выступление в этом сезоне. Но об этом потом. Куда-то у нас исчезла картинка. И вот сейчас мы настраиваемся. Да, вот появилось, слава богу. И там у нас за таблицей результатов суета-сует. Это в накопителе готовится к своему первому финальному заезду представители класса Супер Мини. Одиннадцатую позицию как раз и завоевал Константин Кочев. Владимир Алешин финишировал двенадцатым. Алексей Брижань тринадцатым. А далее вслед за ним Максим Кутлунин, Захар Каманов из Самары. Станислав Ким, Петр Плотников, Павел Паршутин, Никита Колесников. В двадцатке лучших Лев Ломко. Один из лауреатов прошлого сезона в классе Мини. Лев Ломко в сезоне 2015 года стал серебряным призером первенства России в классе Мини. И вот сейчас, перебравшись в более взрослый класс, конечно же, ему нужно побыстрее осваиваться и адаптироваться среди более опытных товарищей. Ну что же, друзья мои, мы с вами готовимся к первому финальному заезду в классе Супер Мини. Последние наставления, вы видите, подозвал к себе руководитель гонки Игорь Кравченко юных пилотов. Мы готовимся к старту. Переведем дух, отдохнем. Это было красиво. Это был настоящий финальный заезд. Это я все про Каев Юниор. Пожелаем удачи и нашим Супер Минникам. Пожелаем удачи и нашим Супер Минникам.